ребята всем привет с вами александр джурасик world evolution и настало время вывести нашего последнего динозавра из бы из пакета хищников это наш третий динозавр этой гири розовра то есть древнюю чая тварь да один из первых хищных динозавров вообще когда-либо существовавших если мне память не изменяет да в общем так давайте будем смотреть до 3 асовый период ребятки да гири розовры гири розовры высота 16 вес 350 ну как ютораптор какой-то там длина 6 метров плотоядной живая приманка интересно чтобы это могло означать так гири розовры было малым плотоядным динозавром позднетриасового периода это один из старейших известных хищников этот динозавр обладал подвижными челюсть подвижным челюстным составом благодаря которому он мог схватить свою жертву судя по размеру особи скорее всего он охотился на мелких и средних травоядных даже сегодня по найденным окаменелостом можно предположить что гири розовр был способен переваривать кости ну кости кстати переваривает могут очень мало животных ну например крокодилы так и находочка давайте на 1 останки гири розовры были обнаружены в пятьдесят девятом году анским пастухом гири ра виктори но гири ра так так гири раз заметил окаменелость не глубоко залегая в формациях из из че гуаласта неподалеку от города сан-хуан аргентина палеонтолог асвальдо назвал динозавров честь гири то есть это просто фамилия такая так и изначально классифицировал его как карнозавра которым также относятся кархарадонтозавр алозавр и метриокантозавр точно классифицировать найденную особь было сложно ввиду фрагментированности найденные окаменелости но в восемьдесят восьмом году в аргентине был найден практически полностью сохранившийся скелет в результате этого открытие было установлено что несмотря на внешние сходства гири розовр не относится к терапода территория формации скорее всего была теплой влажной и покрытой лесосами так вулканическая активность и сезонными ливнями типичная растительность в этой местности папоротники хвощи и огромные хвойные деревья вот такой довольно в общем то не мелкий как для первых динозавров динозавра я бы сказал хитнуть для первых хищных динозавров да и так ну что давайте будем с ним знакомиться кстати хочу сказать что он это скажем так динозавра самый сильный среди мелких да но по размерам он наверно ближе к средним но сейчас будем смотреть сравним его с другими динозаврами также его посмотрим на парочку его боев так ну погнали конечно же выбираем какой цвет самый красивый вот такой вот парнишка у нас это у нас ее цвет базовый так ну нас тут бродят соседи дружелюбные чуть 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 не съел чуть голову не откусил а так принципе милашка это наш акракант так ну а мы давайте будем продолжать так вот такой вот у нас герерчик так ты у нас какой это горный тип а это у нас альфа сразу стал парнишка я правильно увидел до альфа вот такой милашка так идем дальше про промахнулся такая здесь кто-то черный это у нас лесной тип ребята следующий у них а так как видите 65 на 18 я вам покажу как выглядят другие хищники и вы поймете какое место по силе он занимает среди других динозавров так это у нас такой пятнистенький прикольный такой зачетный пока что он он мне больше всех нравится выпускаем следующего это тоже прикольный даже повеселее наверное чем тот более необычный я бы сказал так мы там акракант это же классники вот этот голубенький дай желтенький мои любимчики они мне тут на сохранении остались они мне тут гуляют такой и вот такой так у нас альфа нет и у вас не альфа а кто альфа давайте найдем альфа а акракант но вот это даст такой самый яркий у нас и есть альфа так с этим мы разобрались и давайте теперь будут последний наш герер так вот практически черный к киндораптор красивенький такой вот так в общем то а теперь у нас будут пару жертв так ну целоканты 3 царатов они нам не подойдут потому что они будут с они будут короче скорее всего для него не подъемными но мы проверим может как бы и и подъемный будет он и также у нас где то есть должны быть вот наши хищные соперники сейчас мы к ним приступим и вот то что я хотел вам показать как вы помните у нас 65 на 18 показатели герерозавра то есть обычный велоциратор 60 на 16 то есть он у нас уступает ну максимально что я смог сделать это 71 на 16 то есть получается он будет немножко сильнее но там по-другому не получалось мель скажем так сделать его есть чуточку слабее нельзя то есть все остальные модификации делать его еще более сильным все это сейчас мы ребятки все с вами проверим так ребятки выпускаем нашу жертву так вышел наш первый но точнее не 1 х 1 наш нера самый прикольный такой темный темно-коричневой раскраски и вот струта мимчик вышел да сейчас мы смотрим по размерами но там конечно по массивнее но там плюс-минус плюс-минус что-то похожее да давайте принципе мы сейчас сразу выпустим и эдмонта и полаканта да и три саратовса пусть он в общем то выбирает на кого нападать а потом перейдем к хищникам так пошел 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 вот так вот он напрыгивает на аниму как велоцираптор напрыгивает какой красавчик у нас появился это у нас полакант вы я думал уже на него набросился ну что троянные бросайте жребий кто из вас будет первым но возможно и единственный будет именно эдмонт агресса на три саратовса но он скорее всего ничего ему не сможет сделать он все-таки относится к мелким я думаю ну да в общем то этот момент мы прояснили так что полаканты три саратовс у нас в общем-то в безопасности поэтому давайте выпустим еще кого-то более голодного выпустим ребята не поверьте минут 20 на это дело смотрю выпустил даже пара за уролов они хотят они были сражаться представляете себе ладно сделаем по-другому делаем вот так делаем вот так значит в общем так наконец-то очень много времени прошло и одновременно они напали ребята одновременно я думал что они уже вообще не хотят какие-то бракованные и режущие попались но нет ладно тогда давайте будем выпускать и всякую мелочь ну давайте давайте по два посмотрим что они конечно между собой начнут сражаться ну все может быть так делась плюющийся кислотой но выглядит конечно они очень прикольно такой бар новенького цвета фиолетовенький давай давай тебя там ждут ну и гири раздавры должны здесь победить без вопросов вот 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 давай давай ну намного крупнее в санкете в 10 раз по весу наверно превосходит а там те начинает сражаться посмотрим кто 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 где победит но все должно быть очевидно гири разору должны всех порвать так загрыз а ну а ну так и здесь загрыз так то у нас есть еще из хищников таких траадон вот радон может убить вы сами знаете он ядовитый ну посмотрим кто из них переживет и какие повреждения не получили предыдущей драке ну да повреждение конечно ощутимое велоцираптор вообще-то ты не для этого был создан ладно у меня есть еще один в другом вольере велосераптор он отравлен траадон победит ну принципе хотя нет может быть все обоюдное самоубийство раптор сестры аддон и потом сам умрет от кровотечения вот какая-то такая сейчас будут ситуация ну да он загрыз и у него 57 процентов так ладно ты нам больше не нужен оставайся там так где у меня здесь велоцираптор велоцираптор у меня здесь на насколько я помню так 70 процентов и 63 ладно давайте тогда оградим оградим этих ребят принципе здесь все можно разрушить пусть идут гуляют у нас есть кому три саратов соседей по лаканта у тут большие акроканта если что мы это все дело еще увидим так выпускаем это у нас велосераптор там погибает так и здесь велосераптор обыкновенный ребят смотрим эти уже прибежали эти уже смотрите раз два три четыре уже и здесь так ну нас сегодня интересует именно эта битва ну там на заднем фоне кто хочет может одним глазом смотреть там три саратов сейчас порвут в клочья так ну довольно ровно идут кстати 38 раптор побеждает нет 28 38 но не может разойдутся да да раз разошлись смотрим что здесь ну там раптор умрет а здесь три саратов соседей так здесь у нас по лаканта сидят вот вот так вот он убил многих хищников 65 на 45 неплохо да такой полакантик а краканта нагибает ну он конечно проиграет но как он достойно держится он бы его растоптал эти два легли поспать у них тут очередь шестеро так мы смотрим за вот этой парочкой 46 на 39 порвал порвал как у так ну вот продолжение ну раптор ну вообще-то может решить одна атака 1224 опять разбежались ну ребята это не серьезно так ну надеюсь финальная часть ну тут равный бой 1211 кто первый про атаковал тот и победил и снова разбежались но что ты будешь делать четвертый подход никто из них не хочет умирать ну правда значок по появился только над хирерозавром он умирает представляете себе ребята раб у раптора жизни было столько же но одним значок не появился это говорит о чем что раптор более живучий ну ну раз я уж построил то давайте сделаем еще и велоцираптора выпустим улучшенного ну раз победил обыкновенный то этот точно должен победить ну и для развлекухи давайте алара титана им выпустим ну в общем то они оба умрут но все таки раптор лучше выступил несмотря на то что у него показатели послабее были так этот раптор вкачаны более у него атака сильнее у гирерозавра больше защита ну тут побеждать гирерозавр ну на самом деле нет он альфа алара титанчик тут появился кто его съест первым ребята ставки гирерозавр или раптор ну чё то мне кажется что раптор раптор вот как то более агрессивный какие вкусные кусочки мяса зря ты гирерозавр не кушаешь раптор тут сил набирается странно очень бегает ну главное чтоб шея не сломалась как в прошлый раз да будет бой победил раптор ну в общем то чего и стоило ожидать тогда делаем еще один такой маленький сюрприз кто первый съест алара титана мне кажется опять прибежат вот эти голодающие так ну там вот гиреры еще два прибежали вот раптор можете еще посражаться так ну или вот эти здоровики а краканты мне кажется сейчас прибежат идут всех поедят нет хах смотрите прибежал наш любимчик прибежал и загрыз алара титана ну молодец пятерочка тебе не дал никому подживиться а эти ребятки опоздали в общем то вот такие дела ребятки на этом сервисе реку заканчивал у нас еще есть что снимать так что до скорых встреч встреч а а а